Сельское хозяйство будут спасать и не только от ВТО. На проходящей в Петербурге выставке Аграрусь 2013 основным из главных вопросов деловой программы являются итоги первого года России во Всемирной торговой организации. Мнения участников рынка и чиновников расходятся. Кто-то говорит о засилье импортных сельскохозяйственных продуктов. Однако в правительстве считают, что пока ничего страшного не произошло. Тем не менее, отстаивание России, отставание России в технологиях может привести к печальным последствиям. Если смотреть просто на экономические показатели, то у нас темпы, если сравнивать 2012 к 2011 году и 2013 к 2012, не падают и даже по чувствительным позициям. Но главный риск вступления России в ВТО связан с недостаточным инновационным уровнем развития сельского хозяйства, связанных с ним отраслей. Сейчас уровень производительности сельскохозяйственного труда в России значительно ниже, чем в других аграрных странах. Одним из способов решить эту проблему может стать создание сельских поселений 21 века. По сути, это мини-города, построенные за границами мегаполисов. Качество жизни в таких поселениях должно соответствовать самым высоким стандартам. А для этого, помимо агробизнеса, необходимо будет наладить производство и в других сферах. Это все должно быть сопряжено с индустриальными парками, с лесопереработкой и, еще раз говорю, с самыми современными технологиями, ну скажем, по изготовлению саморазогревающегося стекла, по изготовлению дверей и окон, которых еще нет в мире, а разработки такие в России есть. По мнению экспертов, подобные проекты можно было бы с успехом реализовать на территории Ленинградской области, а именно владей на Польском, Подпорожском, Лужском, Приозерском и других районах. Однако, без существенной поддержки со стороны государства и не только финансовой, поселения 21 века не появятся. Эта программа имеет перспективу только тогда, когда мы изменим условия функционирования нашей кредитно-финансовой системы, у которой абсолютно несопоставимые доходы ни с одним из секторов реального производства. И когда мы изменим организационную ситуацию. То есть нам нужна корпорация, российские аграрные технологии, которая по масштабам своим не должна уступать корпорации Ростехнологии, известной нам. Добавлю, выставка ярмарка «Агрорусь-2013» будет открыта до конца недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова